Байден на Украину не заедет Россия не планирует выходить из ВТО Подрывы северных потоков МИД квалифицирует как акт международного терроризма Там же космические объекты, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать целями для ударов Патрушев Запад, сторона конфликта и хочет поражения России Он же для мигрантов ведут режим контролируемого пребывания Тем временем запрещенные талибы впали в немилость у ОДКБ По словам начальника штаба Сидорова, при их попустительстве на границе с Таджикистаном Образовалась многотысячная группировка запрещенного ИГИЛ Евросоюз не согласовал, но продолжает обсуждать новые санкции Среди них запрет на поставку унитазов, биде, смывных бачков и другой сантехники Ее обзервер публикует список на 146 страницах В нем также светодиоды, шины, перья для ручек и кирпичи Нацбанк Грузии посчитал, денежные переводы из России выросли за год более чем на 1000%, до 317 миллионов долларов В целом фрилансеры за год вывели за границу в 7 раз больше, чем в 21-м Устройки Росатома в Турции могут возникнуть проблемы с поставкой оборудования от Siemens Та же ситуация в Венгрии Строительный сектор за год разбогател Общая выручка выросла до 11,7 триллионов рублей Но в основном за счет государственных заказов Выручка частных застройщиков в двух столичных регионах упала на 17% В Забайкальском крае депутат от Ядра Циренов Посоветовал главврачу Дульдургинской больницы Урезать койки, а не цепляться за нормативы за больницей долг в 53 миллиона Си Цзиньпин приедет в Иран США учтут украинский опыт при разработке плана по Тайваню, заявили в Пентагоне Китай включил Lockheed Martin и Raytheon в черный список за поставки Тайваню Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности предупредила Американская блокада против нее нанесет непоправимый ущерб мировой экономике Российские электронщики боятся, что Китай ограничит вывоз оборудования для производства полупроводников Сейчас это единственный доступный источник технологий Офисный планктон выгорает 42% белых воротничков, работающих за компьютером, испытывают апатию и неприходящую усталость Гласит опрос службы Future Forum Причины – экономический кризис, неопределенность, страх увольнения, растущая нагрузка В том числе технологическое постоянно увеличивается число используемых приложений Французские профсоюзы провели новые забастовки и демонстрации против пенсионной реформы Макрона Общенациональная акция намечена на 7 марта Семья чилийского поэта и коммуниста Пабло Неруды заявила, он был отравлен при пиночете До сих пор официальной версией считался рак После эксгумации найдены следы токсинов, вызывающих паралич нервной системы А британская корпорация ГЛАКСО знала о канцерогенности противоязвенного ЗАНТАК Но не сообщала об этом и десятилетиями не снимала с прилавков ЗАНТАК стал самым продаваемым в мире рецептурным лекарством Три года назад в нем нашли диметилнитрозамин, компонент ракетного топлива, вызывающий рак у лабораторных крыс, рассказывает Блумберг В Антарктиде тает ледник Туэйтса, его называют ледником судного дня Журнал Nature публикует новые замеры Скорость 30 метров в год Если ледник исчезнет, мировой океан поднимется на метр Если растают соседние, еще на три Госдума расторгла договоры с Советом Европы Верховный суд требует от региональных судов гуманизации Сейчас 35% обвиняемых получают реальные сроки Роскомнадзор с прошлого февраля составил 16 протоколов В отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации Союз журналистов обещает настаивать на отмене закона о фейках и дискредитации Но только когда все закончится Пока же за публикацию в Телеграм 6 лет получила алтайская журналистка Пономаренко В Питере под окнами многоэтажки нашли тело Янкиной Она была главным финансистом Минобороны по Западному военному округу Госдума запретила чиновникам употреблять иностранные слова, если есть российские аналоги Американки с коровой, задержанные на Красной площади, запретили въезд на 40 лет Роскосмос показал чебурашку на МКС